Минувшим летом погода не раз испытывала славянцев на прочность. Залповые ливневые дожди вызвали многочисленные подтопления домовладений. Городская система ливнеотведения не справилась с объемом выпавших осадков. Чтобы избежать повтора ситуации, на территории Славянска на Кубани продолжаются работы по очистке ливнестоков и магистральных каналов. Протяженность городских осушительных каналов составляет порядка 146 километров. Коммунальными службами было обследовано состояние всех ливневок. Составлена схема их очистки. Работы ведутся ежедневно. Чистят ливнестоки как вручную, так и с использованием специальной техники. В городе работает трубопромывочная машина, тракторы, погрузчики. В первую очередь очищаются магистральные каналы, которые выводят за территорию города. Их у нас три. Во второй очереди стоят работы, которые ведутся параллельно очистке ливнестоков. Это насосные станции. Проводится замена насосов на более мощные. Уже закуплено 11 насосов, а всего насосных станций в городе 34. Полностью готов кубриз. И проводится работа в настоящее время по городу. Расчистке ливневок у нас участвует вся техника, которая есть в ОСЦ. Это петушки, это экскаваторы колесные. Это кубовый колесный экскаватор кореец с кубовым ковшом. Это каналопромывочная машина, с помощью которой промываются трубы. Техники достаточно. Люди есть планово. До Нового года мы должны закончить то, что намечено. Будут очищены магистральные каналы подхода к насосным станциям. Ливнестоки, с которых вода уходит в магистральный канал. Помимо имеющихся стационарных насосных станций, дополнительно приобретено две передвижных насосных станции мощностью 200 км в час. Проводится ремонт имеющейся станции. Помимо этого запланировано строительство новой системы ливневой канализации в районе улицы Богдановская и переулка Вишневой. Обращаем внимание, что согласно правилам благоустройства, у своих домов жители сами должны очищать канавы от порослей и мусора, прокапывать их. При обильных осадках именно мусор и земля не дают воде уходить. Работы по очистке ливнева городскими коммунальными службами будут продолжены. Но и жители не должны оставаться в стороне и самостоятельно побеспокоиться о состоянии прилегающих к дому каналов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова